Пелый, знаете, буквально пару недель назад, жена заявляла, чтобы молились за меня в церкви. В общем, ехал я домой на траке, и тоже так. Еле-еле доковылял до дома. Запарковал возле дома, еле дотопал. Не могу просто. Согнулся, так вот туда, как, знаете, горбаты ходят человек, вот так и я. Ну, думаю, ладно, до утра можно отпустить. Короче, скупался. Смотрю, не могу, не дай, доставайся дома. Ну, остался я. Раз после собрания приезжает патрик. Совершают они надо мной молитву, приводят чашу мне, там, помазание. Ну, и я хочу первое, что сказать, вам покаяться в одном. Я такой человек, что у меня вот он, как тот фоман. Мне надо сначала два пальца в обе дырки досунуть там и проверить, так ли оно или нет. Я всегда считал так, что Бог не делает. Ну, не исцеляет наполовину и не делает так. Если делать, то делать все сразу. А оказывается, в четверг надо стараться ходить на собрание. Я когда-то был в четверг, не помню, именно куде, не патрик говорил о вере. И что меня поразило, вот, он начал говорить о вере, что я еще попросил, патрик, ты идешь всем, скажем, в субботу, чтобы все слышали этот корпус. А именно что? Он привел пример за Авраама и Сау, что когда Бог ему сказал, вот видишь, сколько песка, вот сколько у тебя будет твое наследие. И потом, когда пришел, уже перед тем, как должен у них ребенок родиться, ну, вроде считал сто раз, слыша проповеди. А тут, как будто бы первый раз услышал, он говорит, а сколько времени еще на доске нам там черти прошло от того, как он первый раз ему сказал, и когда это все-таки ребенок появился. Двадцать пять лет, а я сижу такой, вот у меня как будто мешком огрели, сижу и думаю про себя, думаю, Григорьевич, да тебе бы если на год так сказали, ты бы не поверил, чтобы год целый ждал. А тут двадцать пять лет. Ну, я это, отошел в сторонку, в общем, помолились они, ну, и я честно скажу, не ждал никаких там исцелений, ничего такого. Вот моё что-то и ладно. Вера, 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 Ноль. Не хочу врать, я правду говорю. Лёг сваль, а у меня, ну, что-то особенно, если плеч не могу в ноги выйти, он жил, так тянет там, аж до самых пяток. На бок лягу, вроде ничего, на другой бок перевернуться, я же не могу всю ночь на одном боку. Я не могу перевернуться, такие боли. Надо мне сначала сесть, а потом на другой бок пультыкнуться. Ну, сплю, короче, раз, не понял даже, как я раз, перевернулся на другую сторону. И сразу такое мне в голову. Говорю, а кто ты такой, что ты Богу держуешь свои условия? Ты ему говоришь, как тебя исцеляют. Ну, кто ты такой, что-то приходит, пришёл бы ко мне Господь, там, или к тому незрячему, взял плюну, сделал ему зря, этот, мать, там, помазал ему глаза. Нет, 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 ты не плюй, да? Делай мне вот по-другому. Ну, как ты? И меня вот это вот настолько расстрою, я молю за Господь, ты прости меня. Ну, вот такой, я бестолковый, не понимаю, не хочу даже служить об этом. И вот я говорю, ну, надо ходить в четверг на разбор слов. Ну, вот так вот.